тогда мы наверное начинаем давайте начнем с текущих задач с того положения в курсе где мы оказались я сначала пока мы не разошлись там конца третьей пары прорекламирую важное вот у нас сейчас май и где-то в конце мая наши лекции закончится наша встреча закончится поэтому мне хочется чтобы у вас останется еще некоторое время чтобы задача дорешать но мне кажется что было бы разумно если бы за май мы от меня получили максимальную пользу извлекли которые только возможны а для этого нам нужно успеть что-то решить и обсудить ну скажем я вот сегодня реакцию читаю одну они другую потому что мне хочется чтобы мы дорешали скажем мы прорешали задачу про канал ну и вообще вот данный момент курса у нас есть ради вот этого месяца и ради текущих задач в общем-то курс затевался потому что вся эта планета подготовительная работа а сейчас у нас есть три ну четыре большие задачи это планировщик это канал для файберов и select это фьючер и это крутина и я хочу чтобы мы как-то синхронизировали свое понимание и важность этого момента но вот есть еще какие-то другие задачи какие там пролог free что-то но это баловство на самом деле на самом деле у нас есть три больших инструмента которые мы хотим изучить три задачи которые на самом деле означают три очень разных подхода конкуренции как вы видит го как вы видит видит функциональные языки скажем скалы как вы видит си плюс плюс это соответственно канал фьючер и карутина и но разумеется для того чтобы получить какую-то хорошую оценку вам не нужно решать все с другой стороны чтобы пользу извлечь они оценку получить что в конце концов и имеет значение единственное разумно попробовать все подходы разумно разобраться как они работают причем как они выстроены изнутри ну вот скажем задача про фьючер мне представляется наверное в данный момент самый важный потому что это то что мы меньше всего еще испробовали это декларативный подход когда мы работаем с синхронными операциями не в императивном стиле когда мы там запускаем что-то думаем про то как там какие интерливинги случаются там как потоки синхронизируются вместо этого мы думаем про асинхронные операции как представляем асинхронные операции в виде некоторых объектов а дальше комбинируем их с помощью специальных функций комбинаторов которые позволяют выстраивать цепочки обрабатывать ошибки параллельно композировать вычисления с помощью all of first of комбинаторов но про них сегодня как раз будем говорить ну и все это вписывается в некоторую общую концепцию функциональных явлений разных там функторов монад мне кажется это очень полезно изучить тем более что это все не то чтобы какой-то совершенно параллельный мир нет это мир который прекрасно сочетается с обычными файберами ну и вот в частности в следующем семестре когда мы будем говорить про распределенные системы то мы с вами будем постоянно пользоваться фьючерами потому что мы будем постоянно пользоваться рпс и потом как-то комбинировать их ответы от рпс и вызовов но в общем это то что нужно то что нам будет полезно осенью я не пропускать это формально можно решать другие задачи набрать нам полный балл но мне кажется что мне представляется что функциональная композиция она очень важна для понимания конкуренции это подход который говорит вам что в общем не нужно думать про то как код синхронизируется в конце концов когда вы напишите фьючер вы увидите что но никаких промисов там входе нет никакой синхронизации явной входе нет просто комбинаторы графа вот это довольно любопытный подход как сместить фокус своего внимания полностью вот с control flow center living of на просто описание того что мы хотим сделать а потом с другой стороны как это изнутри сделать так чтобы это работало максимально эффективно вот но про то как это выглядит вы почувствуете уже читаю условия про то как а то как это устроено внутри как это можно сделать максимально эффективно как раз то что мне с вами хотелось бы обсудить потому что кажется я сам научился включить очень хорошими вот и хотел бы поговорить с кем-то об этом дальше карутины это тоже чертовски важная задача потому что но вот так видится автором c++ наше светлое синхронное будущее и это будущее она как-то не очень безоблачно честно говоря потому что с одной стороны инструмент максимально эффективен а с другой стороны в нем есть некоторые но то ли изъяны то ли какие-то такие фундаментальные ограничения особенности не знаю как назвать у меня вообще по плану на следующем занятии устроить такую лекцию про критику дизайна к рутину то есть что может что с ними не так или что можно было бы сделать по-другому или что в них неудобно вот если вы напишите lock free mutex в файберах что мы сегодня кстати делаем на последней паре на семинаре а потом попытайтесь его перенести хороший lock free mutex а потом попытайтесь вы перенести в карутины или просто напишите lock free в группу для крутин то вы в общем увидите что там есть некоторые довольно большое неудобство ну ладно не буду навязывать свою точку зрения что неудобства но вы столкнетесь с некоторым нюансом и опять вот про него хочется поговорить а чтобы о нем говорить нужна мотивация ваша первую очередь чтобы это вам было нужно чтобы вы видели этот нюансами ну и вообще все наши файберы и все вот эти авиторы которые там мастерим и вся эта история про то что фью токс не нужен а нужного и группа а в группа тоже не нужно нужен нужен саспенд это же как раз вот просто такой такая длинная дорожка к дизайну карутин вот в карутинах никакого фью токса обычного и не напишешь в принципе там есть только саспенд то есть только авиаторы и кое вейт-авейт-авейт-авейт-саспенд и в любой операции которая останавливает карутину крутина становится строго один раз точнее не более одного раза вот вы не можете цикл с ожиданием писать это про то что фью токс не нужен фью токс фундаментально ограничены и бесполезен гораздо лучше иметь другой api но и вот в этой все это цепочка задач про файбера она в том числе про то чтобы лучше почувствовать дизайн карутин поэтому опять же чтобы вся наша работа не прошла напрасно нужно эту задачу тоже сделать ну и давайте я рекламирую еще канал потому что это моя любимая задачка потому что реализовав канал и реализовав select можно почувствовать как что во первых в фьючер но что вот комбинаторы всякие декларативные в фьючер всякие эти ол и ферстов вот select это аналогия некоторая такая императивная для всего этого select это инструмент с помощью которого год решает задачу комбинирования параллельного на select его построено огромное количество идем такой канал и плюс сидят буквально из всего этого все остальное строится вообще все строится и это же чертовски клёвый дизайн чертовски согласованный дизайн очень точный продуманный выберете не знаю какой-нибудь джаву в которой очень большое историческое наследие читайте библиотеку там кутиль конкурент и там просто вот огромное количество но не то что барахла но вот очень не точных очень неаккуратных интерфейсов которые просто исторически акта эволюционировали мутировали и в итоге вот вышло что-то го чертовски продуманный язык в этом смысле в нем все вот все идиомы как бы все сценарии покрываются не удивительно собственно google писал его на основе своего опыта как писать распределенные системы как сделать язык для того чтобы потом их писать и вот все паттерны все какие-то сценарии которые нужно в них выражать в распределенных алгоритмах в го поддержаны с помощью очень маленького очень компактного очень ортогонального набора инструментов вот решая эту задачу можно об этом подумать и вот связать это все тоже в какое-то понимание плюс что мне особенно ценно вот только написав каналы и селекты можно по-настоящему профилировать планировщик который выпишем сейчас надеюсь что вы пишете его то есть решив эту задачу можно будет уже какие-то нетривиальные варклоды делает там действительно ли уфа будет играет им действительно какие-то более сложно сценарии возникают чем youtube потому что это можно заоптимизировать вообще без планировщика можно без металл там будет работать очень быстро потому что планировщик вообще нет участвовать не будет ну это такой некоторая банда все же так можно сделать а вот с каналами с электрами там действительно будет взимодействие с планировщиком более интенсивно и вот только так можно все это померить короче лучше сделать все вот тогда тогда вот полностью весь замысел курс раскроется так что пожалуйста призываю вас попытаться по крайней мере ну и желательно в течение мая нам побольше успеть чтобы была возможность это обсудить ну и вообще задачка клевая у нас вообще-то следующая реакция по плану этот про то как сделать хороший супер lock free канал и сирект и вот это написали в котлине возможно даже переборщили то есть не стоило так сильно стараться но тем не менее это очень там очень нетривиальные вещи там какой-то хитрый lock free вот и через неделю про него расскажу итак надеюсь реклама удалась сегодня сегодня наша тема это наконец наконец новая для курса тема это structured concurrency и cancellation и обработка ошибок как жить с обменой синхронных операций и вот эта лекция она будет занятие сегодня она будет ну в какой в каком-то смысле рекламой осеннего курса распределенным системам потому что я буду рассказывать про то решение в голове у меня сложилось который мне кажется но если я нигде не ошибся мне кажется очень согласованным очень стройным и которые мы должны осенью использовать но вообще все что мы пишем мы будем осенью использовать ну вот в частности отмену и это особенно важно привязать распределенным системам потому что в распределенных системах просто без этого жить невозможно ну и давайте мы собственно перейдем к нашей сегодняшней теме про cancellation про обработку ошибок отлично итак представьте себе что мы пишем распределенную систему распределенная система это ну давайте читать что это набор каких-то сервисов которые живут потенциально на разных машинах и вот есть некоторые клиент снаружи который с этой системой общается вся коммуникация давайте что она устроена через все мы посылаем запрос мы ожидаем ответ работаем в модели клиент север но осенью это еще раз подробно обсудим вы конечно что знаете уже но вот еще поговорим но детали нам пока не важны мы вот просто представляем себе что клиент посылает запрос на код сервис в этом сервисе запускается это обработчик этого запроса но можно тут нафантазировать себе разные представления этого обработчика это может к рутина это может быть какие там pipeline из фьюч это может быть файбер который запустился что делать ну короче какой-то конкуренции начинает шевелиться и возможно при обработке этого запроса нужно будет в свою очередь отправить запросы в какие-то другие сервисы вот у нас получается такая логическая развилка у нас там был один файбер потом он сделан на 2 рпс запроса в разные стороны запустил два других файбера и вот прилетели запросы сюда ну и в итоге выстраивается такое дерево запросов и нам нас интересует сегодня две вещи что будет если где-то в этом конвейере но в этом же не конвейере в этом дереве обработки запроса клиентского возникла ошибка и что если где-то в этом дереве какой-то сервис просто недоступен потому что машина которая на которой он запущен отказал ну тут конечно вы скажете что у нас есть балансировщик нагрузки если одна машина отказала то возьмем другую машину но представьте себе если вы что-то знаете про распределенную систему что в этом киде кворума собираете отправлять три запроса вам нужно получить два любых ответа вот какая-то машина может быть недоступна запрос на туда отправили а что такое запрос ну опять же код я буду показывать осенью но можно себе представить наверное что машина который отправляет запрос заводят у себя в памяти какую-то структуру которая вот материализует этот запрос и там не знаю ритра и что-то ждет чего-то какой-то там ну короче память какую тратит по крайней мере в общем на каждый запрос отводятся какие-то ресурсы вот и если вдруг мы дождемся двух ответов из трех а третий просто забудем а он будет там где-то бесконечно ритра это довольно печальная история он не то что он не завершится но и бог с ним машина отказала навсегда но он просто ресурсы откидает он время отъедает он память отъедает запросом обрабатываем постоянно 24 на 7 ну или мы задаем а что теперь запрос просто давайте вот совсем к простому примеру перейдем мы говорим request get вы знаете на приквест это такая самая известная библиотека для пойти для того чтобы эти запросы задавать вот тоже теперь для людей как написано и смотрите ну вот в продакшн коде конечно такого никогда не будет вот такой строчки почему потому что ну нет гарантии что такой запрос вообще завершится поэтому давайте давайте мы разные ссылки откроем поэтому в самом request написано что ну невозможно ставить запросы без тайм аутов вот и просто во всем в любом промышленном коде в любом коде который обрабатывать запросы пользователей в продакшене должны быть установлены тайм аут потому что запрос может не завершиться никогда ну или там сколь угодно долго не завершаться и отъедать ресурс вот поэтому вот дай бы фокус установлю мы сейчас в первую очередь говорим не про обработку ошибок которые где-то возникают давайте два топика есть обработка ошибок и и отмена вот мы хотим чтобы операции наши не длились бесконечно мы хотим их отменять ну и вот самый простой повод отмены операцией отмены вот этих всех вот запросов вычислений там обработки операции пользователя это просто тайм аут на стороне клиента вот вы наверное подозреваете что если вы приходите в систему своим запросам то система не должна эти запросы складывать просто какую-то очередь потом обрабатывать вот если он делает прямо так то а я не знаю вот быстро мы найдем подходящую ссылку но про это мы тоже обязательно осенью поговорим если вот да отличный доклад про то что но нельзя обрабатывать все запросы нам нужен какой-то впечатляющий график нельзя обрабатывать все запросы потому что в какой-то момент если просто складывать очередь и потом процессить то при перегрузке системы но система может быть перегружена просто потому что пользователи пришли ну потому что наша все наши конкурентные активности это пользователи их запросы если все обрабатывать то в конечном итоге время время обработки улетит бесконечность поэтому мы должны где-то привести горизонтальную черту и сказать что вот просто есть тайм аут и после тайм аута мы запрос отвергаем и клиент должен прийти попозже это очень это необходимо делать в любой продакшн системе опять это тема следующего курса но пока вот просто представим себе что у нас есть у пользователя тайм аут и после источния этого тайм аута мы должны операцию всю весь этот граф как-то отменить ну вот мы говорим про тайм ауты теперь и сталкиваемся с тайм аутами вот в таком вот виде довольно пока разумная передаем тайм аут тут в секундах ведь но смотрите тут даже вот к такому опи уже есть довольно смешной комментарий на мой взгляд что тайм аут здесь параметр это у него семантика довольно странная потому что это не тайм аут на весь запрос это тайм аут который передается в сокет при ожидании на чтении ну то есть этот запрос может выполняться сколь угодно долго просто если вот каждую там одну миллисекунду приходит очередной байт то зато чтение продолжается и все это может тянуться годы но вот тем не менее этот тайм аут и вот вот такая странная семантика очень сложно ее сложно о таком коде думать сложно думать какие гарантии он дает поэтому как правильно поступить вот что сделать вместо тайм аутов может быть есть инструмент получше да вот другой пример почему тайм ауты могут быть не самые удачные идеи вот вы делаете вы получаете запрос от пользователя и вам чтобы его обработать нужно задать запросы последовательно два других сервиса сервис а и в сервис b и у вас есть вот глобальный ваш тайм аут временной бюджет на обслуживание всего запроса пользователя там три секунды там 500 миллисекунд и вот вы эти 500 миллисекунд отправили ограничили им запрос сервиса а что делать сервисом b потом но видимо нужно как-то перевычислить тайм аут потому что вот вы какую-то часть его истратили уже при запросе в сервис а когда вы синхронно дождались от него ответ и но не то чтобы это было невозможно делать но это просто неудобно делать если у вас вот есть такой сложный граф где есть какие-то шаги последовательные где вы чего-то дожидаетесь поделитесь следующий ход то в этом случае вам нужно постоянно пересчитывать тайм ауты потому что тайм аут он всегда относительно на у и вот для каждого запроса на у разный время старта разным поэтому вот такое api с тайм аутами это тайм аут в виде должны быть но может быть они должны быть не видя тайм аутов для ограничения времени должно быть но возможно не видя тайм аутов может быть нужно придумать какой-то другой api чтобы вы предложили можно дедлайн ставить вот это тоже тайм аут гораздо лучше представить тайм аута дедлайн ну то есть у нас есть ограничен ограниченный бюджет времени он отчитывается от момента когда пользователь пришел в нашу систему перестег эту границу попал вот сюда но вот давайте мы возьмем на вот здесь вот прибавим к нему бюджет времени который допустим мог сам клиент сообщить ну или мы за него решили и вот полученный дедлайн мы будем пропагейтить дальше вот если мы задаем два запроса то дедлайн для них не меняется просто так код композируется лучше вот это первое что нужно заметить что дедлайны кажется лучше тайм аутов но опять есть некоторый нюанс вот кажется что дедлайны довольно тяжело передавать между машинами потому что как мы осенью опять поговорим есть задача синхронизации часов и она довольно скверно решается и часы в общем случае но наверное можно считать на практике что не довольно близки друг другу довольно аккуратно синхронизированы но все же формальной гарантии нет и как мы увидим их формальной гарантии быть не может есть некоторая нижняя граница лучше которой нельзя поэтому если придаете дедлайн то формально вы поступаете не совсем корректно потому что дедлайн измеряется дедлайн проверяется относительно других локальных часов других локальных волтайм часов они могут быть немного смещены относительно друг друга на разных машинах поэтому может быть на границах нужно делать все таки тайм ауты между машинами не дедлайн пересчитать все обратно тайм ауты потом дедлайн и может быть немножко пессимизировать но это не страшно то есть можно делать с работы чуть дольше чем здесь хотелось бы но в конце концов тогда мы просто здесь ее бросим ладно к этому нюансу мы опять вернемся через несколько месяцев а пока подумаем вот над чем что вообще такое дедлайн дедлайн но когда мы проверяем дедлайн мы смотрим он истек или нет мы получаем такой бинарный сигнал дедлайн истек или у нас все еще есть время вот почему бы нам каким-то образом не абстрагировать этот самый дедлайн до более общего понятия и это понятие называется стоп токеном это довольно универсальная универсальный термин стоп токен или канцелейшн токен можно такие названия встретить суть одно и то же это объект у которого можно спросить верно ли что пора завершиться ну вот этот стоп токен может представлять дедлайн или же этот стоп токен может представлять сигнал отмены который который спровоцирует вручную вызвав request стоп ну вот есть стоп сорс который порождает стоп стоп токены и на котором можно сказать стоп реквест стоп есть стоп токен с помощью которого можно проверить что через стоп сорс сказали стоп реквест стоп понятная идея то есть тот кто хочет отменить какую-то асинхронную деятельность он говорит на стоп сорси request стоп тот кто выполняет какую-то синхронную операцию он проверяет стоп реквест и тут смотрите важно что да ну вот мы себя сейчас мы себе сейчас задачу сильно упростим мы скажем что да мы хотим поддерживать отмену асинхронных операций да вот никакой промышленный код без этого не мыслим но мы согласны на то чтобы наша асинхронная отмена вот всех этих графов она была кооперативной то есть смотрите вот у нас есть такие вычисления и снизу вверх по этому графу текут результаты ошибки и ре ответы а сверху вниз пропагетится сигнал отмены и вот два этих встречных сигнал они конечно гоняются между собой и мы в общем готовы к тому что мы вычисления завершаем где-то а на самом деле она уже не нужны мы нас это не тревожит как наша отмена будет кооперативной то есть ну представьте себе что вы стартовали вычисления чтение из сокета и вот вы сейчас прямо читаете данные вот а вам сверху полетать сигнал отмены но нужно ли прямо сейчас все отменить вот не всякую операцию можно в любой момент отменить вы запустили вычисления в носе вы там не знаю откуда-то читаете данные там их разжимаете в ком-то трет пуля а сверху вам прилетает сигнал отмены можете ли вы распаковку данных страд пуля отменить каким-то образом ну нет там код запустился он будет работать еще какое-то время вас это не беспокоит вы готовы периодически просто проверять что можно отмениться то есть вы выполняете работу и иногда проверяете вот этот самый дедлайн или вы проверяете стоп токен что но ваша работа больше не нужна тогда вы ее отменяете когда вы бросаете то что вы делаете прямо вот сейчас но какой-то прям мгновенной реакции не требуется ровно поэтому у нас здесь не какие-то кулбеки хотя кулбеки тоже важны на самом деле кулбеки были бы важны но с другой стороны стд стоп токен от него каких-то хороших вещей ждать нам и не стоило в общем в первую очередь проверка это полинг просто проверяем флажок пора ли остановиться вот это такое наше ограничение на лист ограничения соглашения на все наше занятие и весь наш дизайн кооперативные ну вот стоп токеном про это все написано отличная статья в одном прекрасном блоге про который я расскажу чуть позже тут как раз начинается с того что вот есть тайм аут и потом есть дедлайны и все это можно потом заменить стоп токен ну это в общем стандартное решение а теперь посмотрим как эта идея выражена в ну скажем в го если в гостоп токен текст в го есть понятие контекста в го есть есть пока лишь контекст и контекст ну это некоторая штука которая похожа на стоп токен она на самом деле чуть более общее но тут есть смотрите вы из конца вы говорите что теперь есть контекст который можно в которой можно отправить сигнал отмены есть вот ручка для того чтобы этот минус провоцировать но в общем случае контекст это более общая сущность потому что она передает сигнал от сигнала отмены какие-то дополнительные там поля какие-то записи которые нужны для логинга для трейсинга опять про это поговорим и этим будем пользоваться но вот в первом приближении для нас сегодня контекст это именно сигнал отмены и смотрите как го идиоматически предлагает его использовать но с помощью селекта вот иногда вам мало просто проверить что сигнал отправлен может быть вы хотите заблокироваться на канале но вы хотите заблокироваться и дождаться сообщений из канала только если у вас просто отмена не произошла и вот здесь вы опять идиоматически с помощью но у вас контекст представляет вам сигнал отмены не просто в виде флажка или там дедлайна а еще и в виде канала и вы можете все это на на все это навесить селект и и остановить грутину до тех пор пока либо не придете на отмены либо не завершится обработка чего-то ну вот мы этим контекстом пользуемся только есть беда беда с этим самым контекстом и беда с дизайном go в том что ну как вам говорят пользоваться всем этим но вам говорят что если у вас есть какой-то там граф вычисления граф каких-то синхронных шагов которые нужно которые порождаются запросом то пожалуйста когда вы там запускаете какую-то новую активность в этом графе рождаете новый дочерний узел то вот функцию которая собственно отвечает за эту ульну который представляет этот узел первым аргументом передавайте контекст чтобы было видно что вот эта функция она может сигнал получить и отмениться вот но и предлагается этот контекст собой таскать везде почему это плохо но это такой очевидный дурной запах очевидный симптом плохого дизайна потому что с одной стороны вам говорят вот здесь вам говорят что в любом продакшном коде должна быть поддержка отмены то есть вам говорят что всегда будьте готовы к отмене операции всегда поддерживаться такой сценарий и вместе с этим вам говорят каждый раз руками таскайте контекст то есть есть некоторая забота которую нужно ну то есть есть этот контекст который нужен всегда но почему там вы заставляем пользователя руками каждый раз его таскать выглядит как-то не очень эргономично понимаете проблемы да то есть понятно что можно но не очень удобно но давайте я вот кстати уже примеры какие-то покажу про стоп про стоп токен вот мы в принципе можем им пользоваться чтобы отменить файбера вот мы запускаем планировщик вот мы создаем стоп-сорс вот мы запускаем файбер вот мы захватываем в нем стоп токен этот файбер собирается бесконечно долго работать но мы вот спим три секунды тут на всякий случай мы спим не то чтобы мы слип зовем трэдовый мы зовем слип файберный а слип файберный это авэйт на фьюче которые нам строит некий таймер сервис он строит фьюч от юнита которые заполняются юнитом когда проходит заданное время а авэйт это кстати вот то что мы можем еще после и после того как вы решите файберы и после того как вы решите фьюча можно будет нашем коде написать такой свой собственный авэйт который компилятор пишет все плюс плюс за нас а мы можем для стекла с файберов его написать сами и вот склеить фьючей файберы через авэйтер так мы делаем это все плюс плюс короче вот этот код он блокирует останавливает файбер на три секунды а потом говорит реквест стоп и видимо этот файбер должен отмениться но можно это проверить давайте мы будем эти примеры запускать а это стиль в котором нам предлагают писать весь код в го и которого наверное нам не очень нравится ну вот мы проработали три секунды потом видимо через этот реквест стоп сюда прилетел флажок и мы прекратили крутиться хотелось бы теперь решать задачу отмены более прозрачно для пользователя если пользователю всегда что-то нужно и пользователю если пользователю нужно что-то делать всегда то было бы хорошо если бы инфраструктура сама поддерживала этот сценарий прозрачно для пользователя чтобы в коде пользователя явно никаких вот этих проверок не было поэтому что мы хотим мы хотим писать вот такой вот код мы хотим запустить файбер вот который выполняет функцию фу тут есть некоторые норсери норсери здесь пока не очень важен просто запускаем файбер этот файбер вызывает функцию фу в этой функции фу вызывается функция бар в этой функции бар вызывается функция бас В этой функции бас написано в бесконечном цикле slip4, тот же самый. Но тем не менее мы хотим, чтобы этот код остановился. То есть пользователь написал какой-то код, и он сразу из коробки поддерживает асинхронную отмену. Ну что, похоже, пример завершается. Давайте теперь думать, а как же это произошло. Как этот файбер умудрился остановиться. Как можно было бы сделать отмену файберов прозрачной для пользователя? И тут два вопроса на самом деле скрыто. Первый вопрос. Сейчас аккуратно. Механика отмена такая же. Где-то под капотом есть стоп-токен, есть стоп-сорс. Вот вопрос, где же стоп-токен проверяется в файбере тогда, в этом коде? И второй вопрос. Как нам, собственно, файбер отменить? Что мы под этим понимаем? Файберы – это потоки, которые… С одной стороны, это потоки, а с другой стороны, это потоки, которые должны больше времени спать, ждать чего-то. Именно поэтому мы их можем много завести в программе. Так вот, если они часто засыпают, значит, они часто… Еще раз. Файбер, когда он работает, он выполняет код пользователя. И мы на него влиять не можем, и мы не можем просто… Точнее, можно себе было бы это представить, но мы так не хотим. Мы не можем взять и прервать файбер в любое время времени. Но, с другой стороны, файбер сам по себе, по своей природе должен часто останавливаться, часто переходить в рантайм, то есть в реализацию свою. И вот в этом случае почему бы нам просто не вставить проверку? Почему бы нам не связать просто каждый файбер с некоторым стоп-токеном? То есть если мы создаем файбер, у него должен быть стоп-токен. Это просто требование. Файбер без стоп-токена не мыслим. И мы у файбера сделаем метод, который будет называться… IsCanceled, который будет проверять этот самый стоп-токен. Где мы будем этот метод вызывать? В Suspend. Например, ну в Suspend, я не знаю, там, где мы попадаем в рантайм. Ну вот, например, я проснулся и в Suspend… Нет, не в Suspend, в том-то и дело. Ну вот, чтобы это объяснить, нужно ответить на второй вопрос. Вот у меня есть функция Checkpoint. Вот Checkpoint – это вызов, который нужно вставлять повсюду в коде. Где файбер ходит в рантайм, вот нужно поставить чекпоинт. И вот ровно в этом месте, то есть там, где файбер мог бы отмениться, нужно поставить этот вызов, а он внутри проверит, что… Проверит стоп-токен файбера. Второй вопрос. Что значит файберу отмениться? Вот файбер работал. Он там сделал какой-то вызов. В этом вызове там он какие-то, не знаю, мьютекс взял. Потом пошел в какой-то другой вызов. А потом внутри отменился. Вот что мы понимаем под отменой файбера? Ну, кажется, функция должна закончиться и вызвать все деструкторы. Ну да, как этого добиться? Можно, например, в Exception провод кинуть, а потом его поймать. Вот, да, поэтому, когда мы проверяем в чекпоинте стоп-токен, мы, если он оказался установлен, то мы бросаем Exception. Этот Exception разворачивает стэк, вызывает деструкторы, и в конце концов он прилетает в корень файбера. И где-то здесь написан вот такой вот catch. Вот файбер отменился. Это специальное исключение. Видимо, перехватывать его не стоит и обрабатывать уж точно не стоит. Это такой клинап файбера автоматический. Тут некоторые супервизоры появляются, об этом чуть позже. Значит, с файбером вроде понятно все, да? То есть можно его так вот прозрачно останавливать, не таская с собой топ-токен явно. Просто храня его по сути. Сделай вот редлокалом. Ну, по своей сути. Хорошо. Это одна часть истории. Другая часть истории – это фьючер. Потому что мы же хотим… Когда мы говорили про фьючер, мы говорили, что зачем нужны фьючер? Затем, что иногда мы хотим делать вещи параллельно, делать вещи последовательно. Тогда это файберы. То есть мы хотим сделать два запроса подряд. Кажется, что здесь файберы подходят нам. Сделали один запрос, дождались. Потом сделали второй запрос, дождались. Ну, ладно, тут другой код написан. Понимаете, о чем я. Что, если нам нужно распараллелить два запроса и получить первый ответ? Ну, кажется, это first off. Вот нам хочется такой комбинатор иметь. Мы комбинируем две фьючер, потом дожидаемся. И, значит, у нас есть файберы, и у нас есть равноправные, равнополезные, ну, правда, в другом контексте, фьючер. И для них тоже нужно поддерживать отмену. И для того, чтобы… Да, и вот смотрите. Давайте откроем даже домашку. Вот, что мы понимаем под отменой фьючер. Вот у нас было вычисление, потом было другое, потом был зен, мы получили фьючер уже. Что мы хотим? Что мы понимаем под отменой? Мы бы хотели каким-то образом… То есть у нас фьючер – это представление какого-то, какой-то асинхронной деятельности, операции, вычисления. И мы бы хотели через эту фьючер, потому что это единственное, что у нас осталось, это вычисление, эту операцию отменять, ну, или целый граф отменять. Поэтому мы бы хотели, чтобы у фьючера был, видимо, метод, который… Давайте мы сейчас его найдем. У фьючера был момент, который назывался бы cancel, который бы в обратную сторону отменял весь граф, который на фьючер выстроен. И чтобы увидеть, как это можно сделать, и как это можно сделать очень красиво, на мой вкус, давайте подумаем, что вообще такое стоп-токен и стоп-сорс. Смотрите, в чем замысел стоп-сорс и стоп-токена? Стоп-сорс – это сущность, которая находится у консюмера, которая чего-то ждет и которая может решить перестать ждать, передуматься, потому что там истек додлайн. И у нас есть продюсеры, которые делают что-то полезное, для консюмера, и у которого есть стоп-токен, через который продюсер проверяет, что его работа все еще нужна. И каким-то образом от стоп-сорса к стоп-токену нужно передать сигнал отмены. Где его хранить? Вот, его нельзя хранить в стоп-сорсе, потому что операция, потому что консюмер может отменить асинхронную операцию и просто вот завершиться. Отмена кооперативная, поэтому стоп-токен пока еще может не провериться. Вот. Аналогично нельзя хранить единицу в стоп-токене, потому что операция уже может завершиться, а мы только ее сейчас собрались отменять. Где-то вы такое уже, наверное, видели, если вы решали фьюч, если вы решаете фьюч. Поэтому что мы делаем? Мы строим shared state, который называется здесь stop state, и в этом стоп-стете хранится флажок, нужно отмениться или нет. И стоп-сорс и стоп-токен делают просто сильную ссылку на этот объект. То есть этот объект живет до тех пор, пока жив либо стоп-сорс, либо стоп-токен. Ну и стоп-токенов может быть много. В коде мы хотим это немного обобщить, сказав, что стоп-стейт – это не просто конкретная реализация, где лежит флажок атомарный. На всякий случай, иногда мелькает скверный код, однажды он станет лучше, но work in progress. В стоп-стейте, да, лежит флажок stop-requested, но вообще-то стоп-токен – это shared pointer не на… Shared pointer тоже не нужен, нужен интрузивный pointer. Он хранит, стоп-токен и стоп-сорс хранят ссылку на стоп-стейт, не на конкретный, а на интерфейс. Почему? Потому что стоп-стейты можно представить себе очень разными. И скажем, вот мы говорим, что у каждого файбера есть стоп-стейт. А какой должен быть… О, у каждого файбера есть стоп-токен. Какой должен быть токен у файбера, который мы просто запускаем через Go? Мы говорим, файбер, Go, и он там летит. Ну, очевидно, его никто не собирается отменять. Просто сигнатура такая. Поэтому мы скажем, что у него будет свой собственный токен, который устроен вот так вот. Он всегда говорит false и вот просто, ну, ничего не делает. С максимально легкой реализацией. Короче, можно представить себе разные реализации стоп-стейтов для разных сценариев, такие специализированные. Ну вот, к чему я это все рассказываю? К тому, что, глядя на эту картинку, можно догадаться, как можно интегрировать прозрачно отмену в фьючер. Вот, и давайте проверим вашу интуицию. Потому что это очень красиво, мне кажется. Прямо очень красиво. В случае с файберами, мы просто файбер, в объект файбер запоминали стоп-токен. Таскали его с собой. А как быть с фьючерами? Как быть с этими конвейерами, которые мы там асинхронно строим? Мы не можем в шерд-стейте добавлять проверку? Не отменился ли стоп-токен? Смотри, ты не чувствуешь пока красоту. Ну давай я покажу тебя, чтобы, может быть, она была лучше видна. Что такое фьючер и промис? Это шерд-стейт, где вот лежит результат потенциальный будущий. И есть промис, это сильная ссылка на шерд-стейт у продюсера. И фьючер, сильная ссылка на шерд-стейт у консюмера. И консюмер, и продюсер передает результат консюмеру через этот шерд-стейт. Но вот тут вопрос не в том, как можно поддержать фьючер во фьючер-кэнсел, а в том, что нужно просто увидеть некоторую двойственность между двумя этими картинками. И тут не просто так эта картинка нарисована. Тут вот есть этот граф, и мы снизу вверх отправляем результат, и сверху вниз канцелэйшн. Это какие-то, ну, как бы, ну, смотрите, мне нравится такая аналогия с кровеносной системой. У нас есть артерии и вены, и вот просто они противоположные цели выполняют, противоположные функции выполняют. И они как бы дублируют друг друга в некотором смысле. Вот если есть в одну сторону, то есть в другую сторону. И, ну, что ж, получается, что с одной стороны продюсер-консюмера, им нужно два объекта для того, чтобы передавать результат в одну сторону, с другой стороны им нужен такой же разделяемый объект, чтобы передавать отмену в другую сторону. И, может быть, это не просто, как бы, каких-то два отдельных механизма, две параллельные сущности. Может быть, это вот, как бы, просто фьючер и промис, они по своей природе двойственные такие. Вот мы от промиса к фьючер передаем результат, а от фьючер к промису передаем сигнал отмены. И поэтому давайте так и напишем код. Давайте мы в... Где же мы были? Мы хотим попасть во фьючер, в shared state. Давайте мы скажем, что shared state, он наследуется от stop state. Ну, то есть shared state — это в том числе и stop state. Или можно было бы даже красивее сделать, сказать, что у нас есть stop state, есть, как бы, result state, а shared state, он наследует и то, и другое. Это, наверное, было бы самым красивым выражением в коде этой идеи. И поэтому как наша apif-юч доработается в связи с этим? Мы скажем, что у фьючер есть операция cancel, а у промиса есть операция stop requested. Ну, потому что промис — это... Здесь промис, он, как бы, и промис для отправки результата, и, как бы, стоп токен для проверки флажка отмены. А фьючер, она одновременно и для получения результата, и для отмены. То есть она и, как бы, фьючер, и стоп сорс разум. То есть здесь вот фьючер, она похожа на стоп сорс. А промис здесь похож на стоп токен. Понятная идея? Вот. Мне кажется, очень красиво, но это только начало. Двигаемся дальше. Что я, наверное, упустил. Я упустил следующую картинку, и мне она сейчас пригодится. Такая незамысловатая. Смотрите, контекст или стоп токен представляет собой некоторый, ну, сигнал отмены. Например, дедлайн. Но если вы пишете какую-то композитную операцию, у вас есть сначала запрос в сервис А, потом, строго после, запрос в сервис Б, который использует ответы сервиса А, то, ну, вообще говоря, может быть, у вас есть общий дедлайн, а может быть, у вас есть какие-то вложенные дедлайны, вложенные лимиты. И тогда у вас, как бы, ну, такая система дедлайнов получается или система каких-то вот, ну, причин, по которым вы отменяете операции. И вот эта иерархия, она может быть выражена прямо через иерархию на самих стоп токенах, на самих контекстах. Вот, скажем, в Go вы, когда оборачиваете контекст, вы… У меня сейчас, наверное, нет под рукой кода. Найду я сейчас что-нибудь быстро. Нет, это вообще не то, что… поцеловывает какие-то плохие ссылки. А контекст разве и в рантайме? Это же сторонняя библиотека, кажется. Ну, сейчас. Не в рантайме, да. Ну, я просто так говорю, потому что для меня это логически часть рантайма, потому что, ну, в Go это как бы снаружи, потому что мы таскаем руками, а у нас сейчас это внутри, потому что мы не хотим таскать руками все. В Go у нас контексты, они связаны отношением, вот, ребенок-родителей. И к чему я это говорю? К тому, что… Ну, вот буквально такая картинка, во-первых, появляется на самом деле в контекстах. А во-вторых, как это относится к нам? Это относится к нам самым прямым способом, потому что смотрите, что мы делаем здесь. Мы в этом примере же не просто запустили, построили фьючу, построили пару контракт фьючу-промисс, промисс отправили в тредпул, и там проверяем отмену, а на фьючу говорим cancel. Мы вообще-то на фьючу сделали зен еще. И вот мы сделали cancel здесь, и он пролетел сквозь эту построенную цепочку вот сюда, в корень. Как мы этого добились? Вот это уже… В этом вся соль. Как это все композируется? Потому что пока мы просто буквально пронесли стоп-токен руками, мы пока ничего особенно интересного не сделали. Вот красота где-то здесь появляется, потому что вот здесь никакого кода пользователь не написал, он ни синхронизации не написал, ни прокидывания токенов не написал, а все автоматически работает. Вот это наша цель. Как же это произошло? Как же мы этого добились? Должны, да. Ну вот смотри, что такое зен? Вот зен – это комбинатор, который берет фьючу, и который запускает лямбду, когда фьючу заполнится значением. Как реализовать зен? Ну, нужно подписаться на фьючу и в колбейке вызвать эту лямбду. Но нужно же еще каким-то образом, когда случится отмена, прокинуть сигнал отмены. Так вот, где складывает, где происходит связывание? Ну, это не знаю. По-моему, это очень красиво. По-моему, это очень красиво. Это не то, это… Вот что я хочу. Смотрите. Ну, или даже по-другому скажу. Любая операция на фьючах, просто любая. Ну вот, берем API фьюч. У нас в синхронных фьючах был очень простой API и очень скверный API. У промиса был… Ну, у промиса был сет, с ним все нормально. У фьюча был блокирующий get. В хороших фьючах никакого блокирующего get у самой фьюча нет. У фьюча есть только subscribe. Вот, то есть, поглотить значение, результат вычисления синхронного можно… Операция синхронная можно только через subscribe. Если вы хотите заблокироваться, то вы можете использовать какую-то внешнюю функцию. Сейчас у меня где-то написано здесь условие. Да, если вам нужно заблокироваться во фьючах, то вы используете внешнюю функцию getResult. А сама фьюча блокироваться не умеет, потому что это для нее ненормально. Фьючи, а не для того, чтобы исполнять что-то в трэдпуле. А в трэдпуле мы блокировать потоки не хотим. Поэтому, поэтому есть только subscribe. И смотрите, какая семантика у сабскрайба. Мы подписываемся на результат. А как это связано с отменой? Вот была некоторая асинхронная операция. Она представлялась фьючей. Пока… Ну, фьюча – это такая… Ну, невостребован… Это пока невостребованный результат. Пока никто его не дожидается. А значит, его пока некому отменять. Но если вдруг вы подписываетесь на фьючу, а любой код, который хочет что-то с фьючами делать, в конце концов подписывается, то вы сразу получаете стоп-сорс. Вот вы подписались, повесили коллбэк свой. Ну, тогда вот вы ответственны за отмену. Вот вам стоп-сорс. Разбирайтесь. Как это реализовано? Ну, очень просто. Потому что сабскрайб, он… Фьюча держит ссылку на стейт. Этот стейт, он является и стоп-сорсом в том числе. Поэтому мы просто берем стоп-сорс, строим, который хранит shared pointer на iStopState. А shared state – это в том числе и iStopState, поэтому, в общем, полная гармония. То есть просто фьюча теряет свой стейт. Она уже как бы использована. Но пользователю этот стейт дается в виде стоп-стейта, чтобы операцию можно было отменить. И когда я говорю Zen, вот в этом примере, то я, с одной стороны, подписываюсь на выполнение фьюча F1, а с другой стороны, я свой токен, в смысле фьюча F2, связываю со стоп-сорсом фьюча F1. Вот стоп-токен коннектится к стоп-сорсу. Я могу их связать всегда. У меня просто в стоп-токене есть операция связать с стоп-сорсом. То есть вот я буду вот так вот отправлять сигнал отмен. Понятно? Красиво, да? И все это сплетается вот внутри рантайма. То есть мы пишем фьюча с комбинаторами, и вот оно так плетется, плетется. То есть смотрите, я, когда я выстраиваю граф с помощью фьюч, вот почувствуете это. Я с одной стороны, как бы, выстраиваю граф сверху, снизу вверх, откуда будут течь результаты. И параллельно я выстраиваю синхронный граф сверху вниз, по которому будет течь отмена. Это вот буквально такие две кровеносные системы. Ну, в смысле, две части кровеносной системы. И они вот, ну, как бы, абсолютно параллельны. Они друг без друга не могут быть. Вот, очень красиво. Сам себя не похвалишь. Так, а в какой момент мы отменяем... О, господи, мы линкуем стоп-сорсы? Мы стоп-сорсы не линкуем. Это довольно странная, семантическая операция была бы. Мы стоп-токен и стоп-сорс линкуем. Всегда. Стоп-токен фьючи, которую мы порождаем в Зене. И стоп-сорс фьючи, которую мы консюмим в Зене. Вот, еще раз. Мы здесь подписываемся на фьючу F1 и в ней запускаем кулбэк, да? И, ну, подписываемся на фьючу F1 и в обработчике запускаем лямбду. Следующий шаг вычисления. Вот в этом Зене мы связываем стоп-токен F2 со стоп-сорсом F1. Ага, понял. Так, чтобы, когда я сказал на F2 стоп-кэнсел, то этот кэнсел бы ну, как бы вот так, наверное, было бы симпатичнее написать, да? Пожалуйста. Вот. Ну, не то, чтобы у промеса есть там какое-то поле стоп-токен, потому что промес, он в том числе и стоп-токен сам по себе. То есть промес 2, который стоп-токен, он соединяется с фьючу F1, который стоп-сорс. Вот. И дальше сигнал прилетает вот по цепочке. Дальше, если я наворачиваю новые-новые Зены, ну, это легко делать. Дальше потом я скажу на конце цепочки cancel и он развернется и долетит до вот самого источника. И здесь мы, ну, если хотим, проверим и отменить. Итак. Да. Можно просто, если у нас длинный бейплайн какой-то, ну, там несколько Зенов, мы можем где-то в середине cancel отправить? Ну, как? Если мы на фьючу подписались, то... то вообще говоря, нет. Ну, то есть, если мы сделали Зен, то, значит, за cancel отвечает кто-то выше находится теперь. А здесь мы просто пропагетим. Но можно, на самом деле, по-разному делать. Можно делать по-разному. Можно еще и внутрь задачи, внутрь кулбека прокидывать контекст. Это... Это можно делать, и это, наверное, стоит делать. И это чуть более общий вопрос. Он... Тут пока для него код не написан, но я могу идею, кажется, рассказать. Секунду. Это уже про экзекьюторы разговор. И я хочу сказать, что, наверное, в экзекьюторах у каждой задачи просто должен быть свой контекст. У любой задачи, которая запускается, должен быть контекст. Для трейсинга, для логинга, чтобы можно было в других библиотеках этот контекст читать. И в том числе оттуда можно было бы забрать стоп-токен текущий. Ну, или даже там, не знаю, отменить что-то. Ну, в первую очередь проверить все же, а не отменить. Вот. Тут можно вот как бы еще глубже все это интегрировать. Вот вопрос разумный. Да, можно было бы. Вот. Кажется, что фундаментальных препятствий к этому опять нет. Спасибо. У нас один стоп-токен получается? Нет, у нас... Смотри, у нас стоп... Тут нужно не про стоп-токены и сорсы говорить, потому что это всего лишь такие обертки, которые поинтеру держат на стоп-стейт. И у нас каждая фьючер, это... Ну, каждая новая фьючер, это новый shared state. Каждая shared state, это стоп-стейт. И мы вот их связываем в граф. То есть у нас вот здесь граф строится для вычислений. И в обратную сторону... То есть строится противоположно направленный граф для отмены. Так, секунду. У нас садится ноутбук, и это не помогает ему быстро работать. Вот, это работает. Итак... И вот такой вопрос про семантику канцела. Да. То есть он предотвращает только будущие вычисления. Но он кооперативный. То есть он говорит, что вот если что-то не вычислилось еще, то и не нужно больше. А если уже успело, то... Ну, ничего не поделать. А если вот прямо сейчас что-то делается, то, возможно, можно еще отменить. Еще не поздно отменить. Ага, ясно. Вот в этом и смысл кооперативности. То есть мы не можем каким-то магическим образом отменить, там, не знаю, вычисление, там, разжатие данных в пуле. Вот оно запустилось и будет работать, пока не завершится. Вот. Но если что-то можно отменить, то кто-то, кто потом этот стоп-токен смотрит, может быть, он согласится бросить свою работу. Да, я не договорил. Еще такой нюанс очень красивый, мне кажется. Смотрите. У нас есть... Мы говорим, что вот стоп-сорс, стоп-токен и фьючер-промис это какие-то очень просто... Одно и то же, названо иначе, да? Потому что просто коммуникация в противоположные стороны. И мы говорим, что фьючер, она потребляется как подпиской кулбэка. Вот на самом деле вопрос в чат. Хорошо бы развернуть вопрос, потому что я не понимаю вопроса пока. Ну, точнее, замечания. А, это шутка. Тогда поясни шутку. Ужасная ситуация, да, когда не понял шутку. Ну, такое случается, к сожалению. А, я понял, это... Сейчас, к чему я веду? К тому, что подписываться можно на фьючер, но с другой стороны подписываться на стоп-токен, ой, на стоп-токен, да, с другой стороны, это тоже разумно. То есть кажется, что если у нас есть промис, и он представляет собой стоп-токен в том числе, то операция подписки на промис, она не выглядит так уж и безумно. Ну, значит, она вообще не выглядит безумно, это разумная идея. Чего я так говорю? Потому что, ну, представьте себе RPC. Вот это еще... У нас осенью будет RPC, он будет интегрирован с этим фреймворком конкуренции, и вот это то, что я еще не написал в нем, а мне, наверное, хочется, ну, или, по крайней мере, попробовать хочется. Вот что, если вы фреймворк RPC, и вы там породили запрос, отправили его в сеть, и вы в библиотеке RPC держите промис, вы фьючер даете пользователю, а промис держите у себя, чтобы когда вам придет ответ, вы бы отправили во фьючер результат. Но что, если пользователь сам сказал cancel на фьючер? Что мог бы сделать RPC фреймворк? Он мог бы повесить коллбэк на промис, и в этом коллбэке отправить на другую машину специальное служебное сообщение, что вот сворачиваетесь, вы больше не нужны вычисления ниже. И это было бы все реактивно вот с помощью подписки на... подписки вот здесь, вот с этой стороны, то есть на стороне продюсеров. Понимаете? Красивая идея. А прям кайф. А? Вопрос? Только, да, не очень понятно, не очень понятно, если вот мы отменяем запрос на машину, то когда мы ожидаем... А мы ничего не ожидаем, это же best effort. Мы просто попробуем, и все. Может быть, на этой машине запрос уже завершится к этому времени, когда сообщение дойдет. Может быть, так не нужно делать вообще. Да, я понял, да. Вот, вообще про это есть... Я уже многократно рекламировал статью про фьюча в Твиттере. Вот если вы решаете задачу, а даже если вы не решаете, вот необходимо ее прочесть. Она великолепна. Она про дизайн. Про то, как вот сделать хорошие фьюча. И эти фьюча, они зарелизили Твиттер в виде библиотеки, в которой очень много всего, и вот на которой написан, собственно, весь Твиттер. И я сейчас хочу найти... Тут много всякой инфраструктуры, все эти контексты, трейсинги. Ну, короче, вот все, что нужно, не просто вот как бы фьюча промис. Этого очень мало. Нужна вот вся сопутствующая инфраструктура. Всякие там балансеры, ретраи, метрики, трейсинг. Опять про это осенью. Секундочку. У меня где-то спрятана ссылка. И я сейчас хочу ее найти и порекламировать. Да, есть чудесный доклад одного из инженеров, который над этими фьючами работает, где он рассказывает, что он вот... Фьюч в Твиттере они так делают. То есть они умеют пропагетить конселэйшн в... Где-то это должно здесь быть. Ладно, это или... Ладно, это в Твиттере его точно есть. Совсем недавно написал про то, что фьюч у них очень клево и про то, что они вот все это умеют делать. Они лучше, чем Scala, фьюч. Ну, то есть библиотека написана на Скале. Вот в Скале тоже есть фьюч, но вот они этого не умеют, а вот у них умеют и уже много лет умеют. И, скажем, у IT Яндекс и фьюч тоже умеют такую отмену делать. Вот. Ну, потому что... Ну, по-моему, кстати, они... Я не уверен, что они умеют... По-моему, Паша слушает. Я не помню, что он рассказывал. Умеют ли они... Пропагетят ли они сигнал прямо отмены через служебное сообщение? Ну, вот в Твиттере пропагетят. И вот это все связано с возможностью повесить... Ну, если смотреть на все это как на двойственные сущности, то вешать коллбек на фьюч так же разумно, как вешать коллбек на промис. Вешать коллбек на промис так же разумно, как на фьюч, только с противоположным назначением, с целью противоположной, чтобы подписываться на отмены и вот посылать сообщение вниз по этому графу к дочерним сервисам. Итак, это понятно все, да? А теперь мы переходим к теме реакции, собственно. Ну, то есть вот к основному ключевому содержанию. Как все это объединить в совсем выстроенную систему, встроенный фреймворк? Для этого нужно поговорить про несколько другой топик, которого мы сейчас, в общем-то, избегали. Мы пока говорим, что... Ну, почему вообще случается отмена? Потому что вот есть клиент, он приходит, у него есть бюджет времени, вот он истекает, и все, вниз полетела отмена. Но это не единственная причина, по которой отмена может случиться. И есть еще второй аспект, это обработка ошибок. И чтобы к этой теме выйти, нужно подойти вот довольно очень издалека, я бы так сказал. Нужно вернуться в 1968 год. И прочитать просто величайшую статью. Ну, это как бы одна из заметок, на самом деле. Но стоит того, чтобы прочесть, это с Дейкстера про то, что, ну, с критикой оператора go to. Go to consider it harmful. Ну, вот оно под таким названием известно. Именно поэтому в шаблоне задач везде было написано, что go to consider it harmful. И забегая вперед, некоторый спойлер, мы хотим сказать, что... Ладно, давайте пока без спойлеров. Всему свое время. Итак, мы говорим про обработку ошибок, и для этого нам нужно вернуться в глубокое прошлое, в 1968 год, и подумать о том, как выглядела обработка ошибок, и как вообще выглядели программы вот в те далекие времена. Это вообще какой-то, не знаю, скан, манускрипт, набранного на печатной машинке, наверное. Ну, и такие статьи тоже полезно читать, особенно сейчас. Да, все-таки я покажу картинку. Она как раз из статьи, которая называется go consider it harmful. Потому что утверждается, что go и go to — это очень похожие вещи семантично. Ну, вот в некотором смысле очень похожие вещи. И эта аналогия, она очень глубокая и ведет к очень чертовски разумным выводам. Все, на этом закончим. Итак, утверждается, что… Ну, не то, что утверждается, в глубоком прошлом, в далеком-далеком прошлом программы выглядели, ну, как-то так. Ну, можно себе представить, там, разные программы, но суть в том, что они были плоскими. Вот, это некоторый текст в плоскими. И если мы думаем про исполнение такой программы, то мы думаем про, вот, буквально перемещение некоторого курсора, про перемещение управления по этому плоскому тексту. И перемещаемся мы по этому тексту преимущественно с помощью оператора go to. Вот мы прыгаем из одного места на другое. Ну, и понятно, что так можно, в принципе, любую логику выразить, что еще нужно. Кроме того, ну, go to, он и в современных языках есть, но, правда, в каком-то ограниченном виде. Ну, и компилиатор, когда они компилируют ваш код, они могут переписывать все ваши конструкции, все эти if-ы, циклы и, там, итерацию на go to. Но вот все-таки в нашем современном языке этого всего нет. Почему? Отвечает Dijkstra. Он говорит, что если вы думаете про исполнение вашей программы, то, и если ваша программа плоская, и в ней передача управления происходит с помощью go to, то очень сложно думать про динамику исполнения вашей программы. Dijkstra говорит, что вот человеческий мозг, он хорошо работает со статическими структурами, и он плохо работает с какими-то очень динамичными системами. Ну, собственно, далеко за примером ходить не нужно. Мы в этом курсе говорим про потоки, которые там как-то переключаются друг на друга. И вот нам нужно представлять себе все возможные интерливинги. И это неестественно для человека, это сложно для человека, он легко там ошибается. Вот сложно об этом думать. И если мы говорим про go to, то тут точно такая же идея, что вот мы пришли в какую-то точку программы, как мы там оказались, не очень понятно. Что предлагается? Предлагается заменить вот эту сложную динамику на какую-то очень простую статическую структуру, которую можно визуализировать. Для этого предлагается сделать следующее, воспользоваться идеей, которая называется structured programming. вот фундаментальная идея, которая изменила программирование давным-давно. Идея в том, что, ну, не нужно думать про вот такие сложные динамические сценарии, нужно представить себе управление в программе, выразить передачу управления в программе, однопоточной, обычной, через ограниченный набор конструкций. Во-первых, это последовательная композиция, когда мы сначала выполняем, там, не знаю, шаг А, шаг Б, вызываем под программу А, под программу Б. Итерация в виде циклов while for и ветвления. Вот тогда исполнение, тогда нашу программу можно представить себе в виде графа. Есть всегда точка входа, есть точка выхода, и вот этот граф, ну, вот он имеет структуру некоторую, да, и эта структура, она синтаксически выражена, просто, ну, не знаю, вы наблюдаете ее в виде отступов в программе, отступов и пустых строк. Это, в общем-то, отражение этой структуры. И вам гораздо легче думать о том, что происходит. Ну, вообще, идея под программой, она очень мощная, потому что она абстрагирует содержимое. Вам не нужно думать, что внутри происходит. Вы просто знаете сигнатуру, и все. И это не только вам упрощает жизнь. Это упрощает жизнь, и даже в первую очередь, ну, не то, что в первую очередь, в равной степени это упрощает жизнь и компилятору, потому что компилятор, вот то, что мы рисуем, компилятор строит явно, и эта конструкция называется где-то у меня должна быть ссылка, и где же она. Эта сущность называется control flow graph. Вот компилятор, он парсит текст вашей программы и строит по ней control flow graph. То есть, вот все вот эти ваши там блоки и передача управления между ними, он отражает в виде графа с понятной структурой. А потом, пользуясь этим графом, он просто доказывает некоторые свойства вашей программы. Ну, вот скажем, borrow checker в Rust использует liveness анализ. Ничего здесь не написано про liveness анализ, черт возьми. Но liveness анализ для того, чтобы определять, какие переменные, каким переменным дальше, ниже по тексту могут обращаться. Ну, не ниже по тексту, а вот как бы дальше в исполнении. Вот компилятору Rust нужен для borrow checking этот самый control flow graph. Это называется data flow analysis. Как по графу текут результаты. Или, скажем, ну, такая привычная вещь, как распространение константа. Вот у вас есть одна константа в коде, другая константа в коде, потом вы там где-то между ними что-то вычисляете, вычисляете новую переменную, где вы там перемножаете две константы. Вот компилятор что пытается сделать? Он пытается от переменных избавиться, не аллоцировать там память, а просто понять, что вот в этой точке вот этой переменной хоть и тут написано какое-то вычисление, но на стадии компиляции будет известно, что здесь будет некоторая фиксированная константа. Поэтому я ее просто вычислю и напишу в текст программе сразу ее, не аллоцируя переменные, не там для вычислений. Вот все это работает потому, что у вас есть структура. но это такие общие вещи, а теперь конкретно про нас. Почему структура важна? Потому что эта структура позволяет легче обрабатывать ошибки. Но вот представьте себе, у вас есть давайте вернемся на картинку, на вот эту картинку, у вас есть некоторый граф, по которому вы двигаетесь в своей программе. ну то есть у вас есть развилки здесь, но на самом деле вы идете только по одной ветке, конечно. И вот ваше исполнение это некоторая цепочка в этом графе и она представлена физически в виде коллстека. А теперь где-то с вами происходит неприятность, возникает ошибка и вам нужно ее обработать. Но обрабатывать вы будете скорее всего не здесь, где она возникла, а где-то выше, где вот можно ее обработать. И вам нужно ее передать наверх. И вот смотрите, здесь мы пользуемся тем, что у нас есть структура, что координаты в исполнении программы представлены коллстеком. И тут возникает механизм исключений. Исключения позволяют передать ошибку до места обработки, при этом скрыть всю внутреннюю механику. это я говорю пока про довольно абстрактные вещи, которые с конкуренцией не связаны, но вот сейчас их нужно связать хотя бы формально. У нас была проблема со стоп-токенами, что мы их таскали вручную. А потом мы подумали, что можно как-то хитрее сделать. И вот сейчас с исключениями та же самая история. Не нужно таскать ошибки вручную. Можно довериться рантайму, который сам пронесет ошибку в нужное место, потому что есть структура. И что самое важное, за счет того, что у нас есть структура, за счет того, что у нас есть деструкторы, то вместе с передачей этой ошибки выше мы сможем и ресурсы освободить. А нам это важно. Мы говорили, что нам нужно беспокоиться про ресурсы, когда мы отправляем два правильных запроса. Вот эксепшены. Механизм, конечно, несовершенный. У механизма большой оверхед. Вы про это знаете, что некоторые проекты оптимизируют эксепшены, не используют их вообще. Вот Google стал гадить, они запрещены. Но сейчас вопрос не о максимальной эффективности, а о том, что структура позволяет такие вещи делать, скрывать эту внутреннюю механику от пользователей, делать прозрачной все это. Делать ее прозрачной. А теперь собственно переход вот имея этот контекст, можно перейти к нашим баранам, а именно к Go. Вот в чем проблема GoTo? В том, что структура передачи управления становится какой-то произвольной. Go это такой асинхронный GoTo, где мы продолжаем сами бежать, но просто запускаем еще какое-то асинхронное управление, асинхронный поток, который там тоже как-то дальше двигается. Совершенно хаотично. Почему это проблема? Потому что вот в этом Go могут возникать ошибки. И ошибки, когда мы что-то распараллеливаем, распараллеливаем, это вообще беда, потому что ну представьте себе, что вы пишете обработчик запроса, где вы параллельно задаете два подзапроса в разные сервисы на разные машины. А дальше вам нужно дождаться оба этих ответа. И допустим, ну вот запросы тяжелые, да, то есть они долго работают, отнимают какие-то ресурсы подсистем. Но оказывается так, что вот в поддереве А что-то пошло не так. И оттуда прилетел аж, и там случилась ошибка. Что бы мы хотели сделать? Мы бы хотели отменить B. Ну то есть смотрите, дело немного сложнее. Вот я на этих рисунках говорил, что вот просто либо сверху отменяем, либо снизу собираем результаты. Но вообще-то бывают и более сложные сценарии, когда у нас просто где-то в середине нашего графа возникла такая ситуация, что вот здесь возникла ошибка, и поэтому здесь нужно отменить. То есть отмена, она случается не прямо в корне. То есть она может случиться в корне, разумеется, но не обязательно там. Она может случиться где-то здесь. Точнее, логически может случиться где-то здесь, потому что вот тут отменится, тут случится ошибка. Но нужно же как-то вот из ошибки здесь, в этом поддереве, получить отмену здесь, в этом поддереве. А для этого нужно воспользоваться той же самой идеей, что была здесь, а именно структурировать нашу асинхронность. Вот в таком графе всегда очень просто все, есть точка входа и точка выхода. Вот что бы там в середине не случалось, есть одна точка входа, и потом все это как бы смыкается. Даже если есть развилка логической, то всегда есть один выход после нее. Или вызов под программу. Мы хотим сделать следующее. Мы хотим сделать то, что называется structured programming, а мы сейчас хотим structured concurrency. Собственно, это тема нашей лекции. Мы хотим, чтобы если что-то распараллеливается в нашей программе, то дальше обязательно была бы точка, где был бы написан join. То есть если мы что-то запускаем параллельно, то мы в будущем обязательно явно дожидаемся завершения этих параллельностей. Если мы запускаем файбер, то мы должны явно сделать join всегда. Если мы запускаем три файбера, то мы всегда должны сделать join всех трех файберов. Вот поэтому мы го хотим запретить в принципе. Почему это важно? Смотрите. Давайте сначала на примере fuge. Тут сразу все станет понятно. Вот у нас есть комбинатор all. давайте я покажу пример сейчас. Вот у нас есть два rpc вызова параллельных, две fuge. И вот есть два кода. Дожидаемся синхронно одного ответа, дожидаемся синхронно другого ответа. Блокируем, останавливаем файбер. А есть вот такой код, где мы сначала строим одну fuge из двух, а потом синхронно дожидаемся ее. Вот выглядит так, как будто бы одно и то же, потому что мы дожидаемся в любом случае двух ответов. Какая разница как, зачем нам лишнее fuge? С точки зрения успешного сценария разницы нет. А с точки зрения сценария, где возникают ошибки, разница есть. Почему? Потому что если эта операция тяжелая, а здесь возникла ошибка, то мы в любом случае эту операцию завершим. А если бы у нас был комбинатор all, который является таким join, то есть точкой, где мы соединяем, вот мы здесь сделали что-то параллельно, разветвили граф, а в этой точке мы его соединяем обратно. И вот в этом комбинаторе мы можем написать вот такую логику. Если из-под дерева a прилетела ошибка, то с одной стороны мы ее пропагетим наверх, ну потому что all разломан, а с другой стороны мы можем отменить другого ребенка, который все еще работает. И если посмотреть на код, как это можно написать в комбинаторах, то там буквально так и будет написано. файберы, фьючер, комбинатор, вот, пожалуйста, если возникла ошибка, то я с одной стороны отправляю ее наверх, а с другой стороны я отправляю сигнал отмены вниз. очень красивый код получается, он буквально отражает эту картинку. А если у нас комбинатор first of, то похожая история. Если мы получили хотя бы один результат, нам второй уже не нужен, и мы отправляем отмен. Вот, и можно этим всем воспользоваться и написать уже пример, посмотреть на пример, вот first of. секундочку. Почему? А, я написал где-то комментарий, он теперь пересобирается в библиотеку, понятно. Я здесь запускаю, получаю две фьюча, которые делают какую-то работу в трэдпуле, спят там периодически секунду и проверяют стоп токен. И я говорю на этих фьючах first of, а потом дожидаюсь синхронно. И вот этот код, он мог бы работать, но он будет работать, понятно, как бы время меньше из двух задач. Здесь мы делаем спин 3 секунды, здесь мы спим 10 секунд в худшем случае. И у меня в конце кода написано wait idle, то есть я все-таки дожидаюсь всех запущенных задач. Но тем не менее код будет работать только 3 секунды, потому что первой выполнится эта фьюча, она заполнит результат, и после этого set value в комбинаторе first of через комбинатор, который стоит за этой фьючей, отправится сигнал отмены в эту операцию, и 10 секунд идти не будет. Но представьте себе в этом месте два RPC вызова и какие-то развесистые графы распределенной системе, все это понятно. Здесь проверка вообще явная. Здесь мы явно проверяем. Здесь никакой скрытой механики нет. Ну ладно, к концу минут пять и соберется все это. Пока пример скомпилируется, запускается, речь про Fiber. Вот статья про Structure and Concurrency, вот эта вот знаменитая, она не про фьюч, тут про фьюч ничего нет, она про Fiber. Ну, точнее, про GoTo, то есть про такое, про там, крутины, про Fiber. и тут вводится понятие nursery. Норсери или ясли. Идея такая, тут даже картинка есть, сейчас я ее покажу. Все, что мы запускаем в nursery, должно вы, ну, то есть nursery, он связан с некоторым скоупом лексическим, то есть мы в блоке создаем nursery, при выходе из блока мы должны явно дождаться завершения всех активностей внутри nursery, всех Fiber, которые мы там запустили, то есть всегда мы дожидаемся Fiber. Это после Go выглядит довольно неинтуитивно, но, да, вот, кстати, можно, например, запустить теперь и посмотреть, что он работает, там, 3 секунды, 301, 302, 303, 304, готово, не 10 секунд. после Go это выглядит довольно неинтуитивно, что мы дожидаемся каждой запущенной активности, но вот нам говорят, это structured concurrency, так нужно делать. И как это будет работать, как это будет выглядеть сначала, вот так вот. Мы берем nursery, в нем запускаем две задачи, одна из них работает 2 секунды, потом взрывается, другая работает бесконечно. И вот мы говорим nursery join. За счет этого nursery, опять, пример, будет работать 2 секунды, потому что этот файбер взорвется, в нем вылетит ошибка. Эта ошибка пролетит до самого корня файбера. Нет, не сюда. Вот сюда она прилетит. То есть мы вызвали здесь caroutine resume, и в этом резюме случился exception. Этот exception пролетел сюда, это был не cancel, и нам вроде нужно упасть. Но это раньше бы мы упали, если мы просто в хайбер запущены через go, мы бы упали. Но теперь мы не знаем, что делать, и мы поручаем это решение супервизору. Супервизор решает, как обработать нашу ошибку. Когда мы запускаем файбер, мы ему отдаем супервизор. Это компонент, который следит за файберами и обрабатывает их завершение. Либо успешное, либо отмененное, либо ошибка. И nursery для файберов является супервизором. И что там написано? Ну, во-первых, когда мы... Во-первых, у nursery есть stop token. Точнее, у nursery есть stop source. Все файберы, которые запускаются в nursery, вот мы запускаем файбер. Аккуратнее. Вот мы запускаем запускаем, запускаем. очень медленно. Вот мы запускаем файбер. Мы строим токен от своего стоп сорса. И если вдруг файбер решит сломаться в нашем nursery какой-то, то в этом случае мы на стоп сорсе этого nursery скажем request stop, и он отменит все файберы, которые в данном скоупе выполнялись. И тут можно писать какие-то не знаю, более сложные эвристики. Писать там, не знаю, буквально почему супервизор эта идея вообще она из откуда. Знаете ли вы откуда она? Есть ли у меня должна быть хорошая ссылка? из Erlang конечно, потому что Erlang это язык, который разрабатывался с идеей, что вот нужно думать про отказоустойчивость прямо на уровне дизайна самого языка, дизайна конкурентности в нем. И вот супервизор это компонент, который наблюдает за дочерними подзадачами и перезапускает если они ломаются. Вот у нас nursery отменяет, а могла бы перезапускать. Можно любую логику писать. И опять у нас есть join. Это nursery. Это объект, который представляет собой join запущенных параллельных файберов. И за счет того, что этот join есть, мы в нем можем поканцелить соседей. Да, давайте я вот еще пример не показал, покажу его. Это можно делать это рекурсивно. Это ладно. можно делать вообще сложные вещи. Вот давайте я покажу, как все это можно комбинировать. Все, что я рассказал, можно скомбинировать в один пример. Но он довольно заморочно написан, не слишком аккуратно, но я объясню, что происходит здесь. смотрите, у нас есть пара future promise. Мы здесь создаем задачу в пуле, где мы что-то вычисляем, пока не отменится. потом мы на эту future наворачиваем с помощью zen продолжение. Потом мы строим nursery. В нем мы запускаем файбер, который синхронно блокируется в ожидании future. то есть у нас есть такие разные точки связывания. Есть zen, есть await, есть nursery. А потом мы говорим nursery cancel. И что происходит? Ну, nursery cancel cancel stop source. Ну, cancel свой stop source. Этот stop source связан... Этот stop source... Когда мы спаунили файбер, этот stop source породил токен, который мы отдали этому файберу. Когда мы говорили файбер await future, то... Ну, это не здесь написано, это написано в коде авейтера для future. Когда мы ждали future, то мы подписавшись на возобновление себя, подписавшись на future, возобновить себя, мы после этого заодно скинковали собственный токен с stop source future. вот, этот stop source future был слинкован с... ну, state future был слинкован с stop state future f1, и в конце концов это все здесь проверялось. И вот когда я сделал cancel, то я вот по такой цепочке спустил отмену аж вот сюда, эта операция завершилась, она закомплитила эту future, эта future закомплитила эту future, эта future отпустила этот файбер, этот файбер наконец завершился, и в деструкторе норсере завершился join, и пример доработал. Вот на мой вкус довольно впечатляющая конструкция, потому что в этом коде нет никаких аннотаций для отмены, нигде нет явного пропагейта, вот вся механика скрыта, все работает, ну тут можно было еще first off какие-то навернуть, ну в общем все это работает абсолютно прозрачно для пользователя, и ему нужно лишь поддержать отмену там, где он готов к этому, в смысле там, где он готов что-то отменить, он проверяет токен, а дальше все распространяется автоматически, ну вот все поотменилось, пример завершился, и ключевая идея здесь, ну тут что, хочешь закончить уже, да, 5 минут осталось, 5 минут осталось, честно, но я не хочу это разрывать, очень сложный доклад, рассказ, он очень долго у меня выдумывался, я хочу довести в идеологическом конце честно, 5 минуток, какие ключевые идеи здесь были, ну, во-первых, мне кажется, что вот эта идея довольно любопытна, что нужно посмотреть на фьючер и на промисы, как на просто двойственную сущность, и вот на две системы противонаправленные, кровеносные, вторая идея в том, что вот нужно такую картинку понять, что вот не просто сверху вниз и снизу вверх, а вот более сложно течет, текут эти сигналы по графам, и для того, чтобы, то есть, что Structured Concurrency нам говорит сейчас, что если у вас за любой развилкой есть join, то где бы ошибка не возникла, она распространяется наверх, распространяется, она распространяется наверх, распространяет сигнал отмены и в стороны, и вот поднимаясь как бы от ошибки вверх до корня, вы гарантированно покроете отменами весь граф, за счет того, что у вас вот есть join, и вот ничто не потеряется, вот где бы в графе ошибка не возникла, весь граф может автоматически отмениться с помощью вот этих nursery и комбинаторов, очень красивая идея, которая вот берется совершенно как бы из глубокого прошлого, тут нужно было это увидеть, это почувствовать, связать, идея очень простая, очень естественная, но как бы придумана была она не сразу, есть чудесная статья, в которой это написано, это ноздр шорт конкуренции, честно говоря, я читал ее давно, ничего не понял, потому что акценты там как-то по-другому совершенно расставлены, но попробуйте, прочитайте, мне кажется, что ключевые идеи, вот нужно вот такие картинки нарисовать, нужно сделать сначала фьюча, понять вот это, потом сделать для фьюча вот такие вот комбинаторы, которые умеют такие штуки делать, а потом уже идея вот здесь она станет полностью понятной, и эта идея очень мощная, и она повлияла буквально на весь современный мир, потому что, ну смотрите, вот DesignDoc Fiber, которые делают Java, делают Structured Concurrency, вот DesignDoc Swift, делают Structured Concurrency, ну или сделали уже, по-моему, есть очень классный доклад Романа Елизарова про Котлин, про то, как они делали Concurrency, карутины, и он рассказывает не просто, к чему они пришли, а вот то, как они над этой задачей бились, и вот в это же время вот был придуман термин для нее, и вот у них все сошлось в общем. Это то, что делать научились совсем недавно, и вот сейчас во всех местах, ну как недавно, вот в Скале сделали давно уже, вот в IT, в Яндексе тоже эти фьючерс конселы, кажется, давно, но вот лексику и какое-то распространение этой идеи получила совсем-совсем недавно, а идея кажется очень важной, потому что без нее в самом деле невозможно представить себе никакой продакшен без отмена. Ну что, мы закончили, спасибо большое, что вы пришли сегодня, послушали, для меня это очень важно, я долго это все переваривал сам, если было понятно, то здорово, значит, у нас получилось. Продолжение следует...